всем привет друзья герой этого выпуска на данный момент вне конкуренции его зовут заур шахмурзаев и мы прилетели к нему в грозный приветствую интеллигентный человек приехал нас встречать в аэропорт здравствуй ребят за нами приехали мне очень нравится просто сколько лет ты прожил этом городе ну как сказать сколько прожил я здесь с рождения жил не сейчас 21 и до сих до сих пор у меня семья тут я живу может сказать тоже тут просто бываю в подъезде разъездах каждый одно и тоже практически гулять не гулять пойти не пойти одно и тоже есть возможности есть куда пойти всегда там весело жить но все равно там больше месяца проведу мне все равно хочется сюда 1 профессиональный команд попал это гамбит было я мы переехали на буткемп киев и мы там очень много жили тренировались там находились собственно то что необычно было там жить потому что возможности было больше там все же город крутой такой необычный если живешь угрозным долго и уезжаешь в киев я там будет хорошо мне там нравилось я туда когда уезжал и когда команда покинул у меня было дикое желание то вернуться собственное когда там был минор я туда недавно ездил и мне было клёво там я люблю этот город куда мы с тобой идем на крышу смотровая площадка грозный сити итак сайте ветерна да слушайте ничего я в грозном за он провел мне на крышу выглядит на самом деле как а так это и есть вертолетная площадка да когда-то было этом один пас учился теперь это исламский институт и с тех пор это больше я с играми нельзя заражу у меня была такая довольно таки активная жизнь то есть я сначала любил школу я любил учиться там где-то до 6 класса очень хорошо учился и любил учиться а потом там обычный там пацанский там футбол я помню на бокс ходил тоже интерес к это время было и более был склонен там гулянкам там играть футбол и такой активной жизни и когда я был по моему в девятом либо в десятом мне прямо очень я заметил что я очень сильно засиживаюсь и нравилось играть то время не в доту играл он называлась игра я очень много не играл я очень сильно люблю разделять доту и цельной жизни то есть и себя в реальной жизни улице там судьям не прошу там кто-то нету прихожу домой и что-то на нет реальной жизни то есть я разделяю бютом с кем-то обсуждает то есть мне нажимаем и спрашивает про доту или мам не нужно понятное дело 6 все время уделял бы доте то у меня возможно дела были бы карьера и намного лучше но еще все впереди я думаю я понемногу начинаю больше времени доте личной жизни очень многие пацаны начинают интересоваться дотой и в более раннем возрасте гораздо дольше в нее играют но не становятся про игроками как ты думаешь почему у тебя получилось это сам на самом деле самый сложный вопрос потому что кто-то горит что это типа дар какой-то с детства что что те там что-то такой родился что именно к этому ты больше склонен у тебя будет получаться в этом но я в это не верю и скорее всего это зависит от того ну как ты играешь вот многие например могут играть и голой не думать все же дот такая игра что тебе головой нужно постоянно думать и думать постоянно как лучше становиться не то что просто сидишь там в день по 20 часов играешь и не встаешь с этого ты не прогрессируешь и нужно головой думать понимать чего тебе не хватает и что делает лучше и другие игроки которые уже более успешно в этом деле благодаря дочери мне сейчас очень близкие друзья тоже которых я через дот нашел но они сейчас не связаны никак с дот и прочим через вот я их нашел в этом часа играем вместе селимся там в клуб можем пойти вместе поиграть в девятом классе что ли это было или восьмом я до восьмой класс потому что я учился второй смене это было зимой ко мне класс пришел новый чувак по итогу он не с первого же дня стал мы с ним начали дружить и по сей день мы с ним лучшие друзья когда он пришел мы в первый день заговорили о компьютерном клубе и он не спросил про варкрафт вот про доту и мы с ним пошли после уроков после 6 урок когда уже на улице темнеет и уже темно было это зима было здесь рано темнеет больше в игротеку а у меня на телефоне зарядки не было он просто к чем было я не думаю головой чтобы там дома будут беспокоиться мама например взял и пропал там 6 урок и заканчивая 6 часов я там по моему до 9 мы там засиделись и даже не не понял когда произошло и так получилось что мама очень взволновалась потому что ранее так не делая приходил домой сначала потом могу выйти а тут я просто пропал и мама очень начал беспокоиться потом я как пришел она я прям по ее лицу видел как она взволнована и думала что что-то случилось и когда был малым я бы больше таким эгоистом было я таких вещах не думал вот сейчас я начинаю думать и маме говорит что я люблю и все это время проводить и а раньше такой такого не было никогда дотер они сам в раннем детстве играют в игры играют в доту но заур впервые начал играть 17 лет то есть в отличие от очень многих игроков он провел свое детство не за компьютером и это конечно как-то его аффектива как-то повлияло на него при этом он всегда был самым молодым игроком у нас в команде то есть каждый раз когда мы просили расскажи там расскажи про детей и говорил ну вот заур самый младший но при этом наверное во многих вопросах он был если не самым зрелым то одним из самых зрелых людей в команде что его еще выделяло на фоне других это это на самом деле очень наверное такая мысль которая меньше всего ожидают услышать это его отношение к женщинам то есть он супер воспитанный супер интеллигентный супер галантный вот я когда познакомилась за уровня поняла всякие шутки из паблика вконтакте что там не знаю мальчик предложит помощи мужчина поможет вот был недавно показательный случай я приехала на этот bootcamp у меня была вывернута нога было растяжение связок и конечно все ребята с большим вниманием там заботы относились предлагали помочь но за руника не предлагал помочь он просто молча брал помогал даже когда как бы ну вроде как помощь не нужна была я бы скорее отказалась ли мне предложили заур сюда вот брал и помогал вот в этом смысле он всегда очень сильно отличался даже не то что от других ребят в команде а просто вот от какого-то усредненного образа профессионального датера мама очень беспокоилась когда я много за компом сидел и никак не было но я не мог объяснить что почему-то иду что я не не просто так за компом сижу, не делать ничего. Я и пытался как-то это объяснять, но она не понимала, и хотела, чтобы я, ну, так получилось, и там к чему-то другому шел, а не к этому. Потому что она беспокоилась за мое здоровье, в первую очередь, и за то, что я, ну, кем я вырос, кем я вырос. И когда вот впервые у меня началось получаться, когда я уехал, стал более самостоятельным, там, не сидел у них на шее, типа, не просил денег, ничего такого не было. Когда я вот стал более самостоятельным, к чему-то начал идти, я думаю, что она поняла, что все, что я говорил, это было правдой, и что то, что она не могла понимать, она в этот момент поняла и стала, ну, перестала беспокоиться. А она смотрит, может быть, стримы твои? Нет, стримы она не смотрит, тоже, к счастью. А папа тоже не в теме? Нет, он вообще не в теме, и брат более-менее так. Понимаешь, я имею в виду, но они не наблюдают, иногда можешь спросить, но не наблюдают. Ну, матчи смотрят? Да, ну, нет, матчи, я не знаю, смотрят или нет, но я знаю, что они читают, там, инети, что напишут, то, сё, там, видео могут в ютубе посмотреть, там, комментарии почитать, вот это мама любит, у нас взяться такая. Остальные нет, не папа, не баба. Мама, папа, здравствуйте. Они же посмотрят обязательно, мама посмотрит. Мама точно посмотрит. Мама, Заура, здравствуйте. Заур привёл нас в ресторан национальной кухни чеченской, и сейчас будем что-то выбирать, что-то есть. Что мы будем есть? Я предлагаю нам кингалш, собственно, можно на русском прочитать, что это такое. Тонкая лепёшка со сладкой тыквой и топлёным маслом, звучит прекрасно. Я не знаю, как оно тут получилось, это мой самый любимый блюдо, если я его поел бы дома. То есть там от мамы, от родственников. Ещё мы поедим сейчас жжигал наш с сушёным мясом. Жжигал наш сушёное мясо с галушками, чесночным или луковым соусом. А вот это слово сможешь поговорить? Дакын? Ну, я это проговорю, но ты повторить не сможешь. Давай. Дакын? Дакын? Дакын. Дакын. Ты это не сможешь. Годы тренировок. Годы тренировок. А вот этот югал наш. Да? Юагал наш, да. Это вот он есть, да? Это жжигал наш с сушёным мясом. На самом деле, короче, в целом всё и по составу, и по виду похоже очень на бурятскую кухню, на мою. Потому что это типа кухня степных народов, бастуков и так далее. Это вот что такое? Это вот это с тыквой. Это киндрош, да? Да? Больше я люблю киндрош. Они очень вкусные. Так, сразу же я попробую, даже если я не голоден. Топчик. Как же? Ну ты же тыкву не любишь. Я не люблю тыкву, но это вкусно. Вот тут можно и полюбить, да? Да ты первый. Я пока киндрошки уже, да? Ну ладно, спасибо. Так. Вкусно? Я сейчас соусами все. Сейчас где-то в мире грустит один Владимир Миненко, потому что он очень любит сушёное мясо. Да? Угу. Надо было и сюда. Я с каждой секунды и с каждым кусочком все больше и больше люблю Грозный и Чечню. В принципе, спасибо этому народу. Чем сейчас в Грозном занимаются твои друзья, твои сверстники? Какая работа считается классной? Ну вот кем они работают? Как они живут? Если честно, вот один друг, вот собственно мы сегодня немного время провели с ним. Наверное, это мы из моих друзей единственные, кто работает, чтобы это работой назвать. Но он работает сейчас в МВД, то есть это ты уже узнал у него. Собственно, все остальные, кого я прям друзьями назову, то они не работают. Кто-то там, там один есть, кто в доту играет, потому что он хочет пробиться в доту. Ты уехал в большой город, строишь карьеру, тебя узнают на улицах, да? Ты довольно успешен в том, чем занимаешься. Есть такое, что ребята твои сверстники говорят, блин, вот это круто у тебя, вот это ты взлетел, чувак. Любые ребята, которые там как-то за мной наблюдают и знают, кто я, да, их очень много подойдут, что-то спросят. Тут даже если подойдут чеченцы, которые меня как-то знают. У нас сейчас в аэропорту с Женькой даже на входе охрана узнала и сказали нам, Мы к Зауру. Мы говорим, да, мы к Зауру. Было очень приятно. Свои ребята, свои ребята. Когда ходим по Грозному, постоянно пацаны с кем-то заговаривают, устанавливаются, что-то обсуждают. Причем, я так понимаю, это не ваши знакомые, но тут так принято, да? Да, конечно. Можно у кого угодно спросить, кто угодно. Даже если у тебя не будет возможность как-то на машине доехать, я даже подвезти могу. При возможности, конечно. Проблема многих людей, которые у моего возраста, которые здесь живут, проблема в том, что они рождаются, им говорят, школа, университет. И там дальше кем ты станешь по образованию, чтобы найдешь работу, будешь так работать. Любой человек, там, 18-20 лет, который будет идти не по тому пути, что тебе родители дали, чтобы ты учился и прочее, у них всегда будет дома проблемы с семьей. То есть ты не можешь прийти домой и сказать, мам, я там стану блогером, либо я там хочу в доту играть, либо я там хочу на учебу забить и стать спортсменом. Но со спортом чуть легче, потому что все практически, знаешь, такой спорт, что в этом продвигаются люди и прочее. А вот в других вещах современных у любого человека, я думаю, даже у дотера у любого были проблемы дома. Мы с Зауром все это время сидим рядом с центральной мечетью. И только что был азан. Если кто не понимает, это такой мелодичный очень призыв Мулы к тому, что пора молиться. Ты живешь в таком интересном месте, с такой богатой культурой, в том числе музыкальной культурой. Почему я заговорила об этом мелодичном призыве. Но при этом, что самое странное для меня, ты слушаешь вот этот весь New Wave, весь этот Cloud Rap. Объясни мне, откуда такая тяга к западной музыке вот этой вот новой школе? О, блин. Если честно, я когда-то был меломаном. Я слушал все подряд. Это буквально началось, чтобы я уже выбирал, что я хочу слушать, что мне нравится больше по душе. Это было примерно год-четыре назад. То есть четыре года назад я стал более эксламентным к тому, чтобы я слушаю, типа, там, ну, хип-хоп, рэп, ну, и новая школа. В этом во всем вот новом рэпе такая грязнятина просто. Если вот я когда слушаю, я прям поражаюсь. Я стараюсь вообще не слушать слова. То есть я просто слушаю биты и типа как там, просто слушаю. То есть тебе форма нравится? Я не пытаюсь, да, я не пытаюсь как-то слова услышать и там перевести это. И понимать, я такая, не подпеваю. И я просто слушаю, и мне нравится биты. И для этого я не считаю, что я делаю что-то прям плохое. Ну, мат, кто не матерится в этой жизни? Любой человек матерится, это просто... Ты же дотер, ты знаешь, да. Просто нужно понимать, где это можно, где это дозольно. Лучше где-то вообще не говорить. Каждый человек внутри, по сути, есть же эти слова. И все это понимают. Это сейчас мы в 21 веке живем. Если боже, если боже, если боже, сделаны наши мальчишки. Да, друзья, последним вы слышали звук всеми нами любимой заставки миссис Марпл. Мы с Жеки, чем музыку, практически не слушаем. Гораздо чаще мы выбираем треки для новых выпусков. Но с гарнитурой мы в любом случае не расстаемся. Будь то игра, стрим, звонок в дискорде, монтаж или даже интервью по скайпу. Помните эту красотку? Это она сейчас. Omen Mindframe Prime. Обновленная гарнитура Mindframe в белом. В белом. В белом. Как и ее предшественница, которую мы очень полюбили, это оснащена уникальной технологией Frostcap. Если простым языком, специальные преобразователи охлаждают динамики и отводят тепло наружу. Внутри всегда прохладно и ничто не отвлекает даже от самых жарких каток. В новой белой версии гарнитуры звук стал более объемным. Ну вы слышали. Появились двойные микрофоны с функцией шумоподавления. В Omen Command Center стало еще больше настроек, но моими любимыми остались настройки цвета. Собственно, подсветка сияет как грозный сити в ночи. Под 17 миллионов цветовых вариантов с анимационными эффектами. Ну и с ними по-прежнему можно сделать вот так. Узнать про Omen Mindframe Prime еще больше можно по ссылке в описании к этому выпуску. Ну а пока вернемся в грозный. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы приехали в степь на полигон. И мне кажется, совершенно очевидно, что Заур сейчас научит меня стрелять. Потому что ты же умеешь. Главное не стрелять по столбам и не бросать мусор. Штраф 5 тысяч рублей. Штраф 5 тысяч. Таких денег у нас нет. В принципе, если ты приезжаешь в грозный и твой друг Заур, то вообще все отлично у тебя в жизни складывается в этом городе. Я никогда не брала в руки оружие, разве что только лук. И, в общем, мне дико страшно, но Заур мне сейчас все покажет, расскажет, и я это сделаю. Дальше подзаряжу тебе пистолет. Главное, чтобы ты руки держала уверенно, высоко и, собственно, сильно нажала. Дальше тут совсем маленькая, и ее практически нету. Готова? Нет, но давай. Ну, смотри, в общем, я тебя подзаряжаю. Пусть я с этим, собственно, запомни, руки вину и увереннее держу. Все, хейтеры. Все, я оглохла навсегда, кажется. Сок и на битвы. Думала ли я когда-нибудь, что буду знакома с дотером, который привезет меня на стрельбище в Грозном и покажет, как стрелять? Нет, не думала. Считаю ли я, что мем про Заура это правда? Да. Человек на данный момент вне конкуренции. Это точно. Даже в стрельбище? Даже в стрельбище, да. Чему тебя научила организация Гамбит? Что ты там почерпнул для себя, как молодой, вот только-только игрок? Относиться к некоторым вещам более серьезно. То есть я... Я ко всем вещам очень просто относился. То есть не знал, где нужно быть более ответственным, а где не нужно. То есть я был такой глупый, наивный. И после того, что там случилось, там большая история, рассказывать его сегодня будем. После того, как я оттуда ушел, я к многим вещам научился. Ну, то есть быть ответственным более. И вот, в общем, чуть повзрослел. В мае ты перешел в WinStrike. Вы играли Qualon International. Ты на 200% выкладывался. Ну, как ты думаешь, что у тебя не получилось? Именно у меня? Ну да, у тебя, у команды. Я не думаю, что у меня что-то не получилось. Были моменты, которые после тех игр, к чему я научился, которые я не стал бы повторять, ошибки были. Но я конкретно этих ошибок не помню, потому что это были внутриигровые обычно. Вот лично мое ощущение, да, вот почему что-то могло идти не так у тебя в карьере, в команде, что ты, как раз-таки, будучи дисциплинированным, ответственным парнем, который серьезно относится к делу, окружен людьми очень нестабильными. Нет у тебя такого мнения? Просто, как бы это объяснить? Двое от души. Я мало по игре могу разговаривать с людьми. То есть, после того, как мы там поиграли в КВ, встал, и если конкретно ко мне обратятся, я подойду и буду говорить про игру. А если там начинается, кончается игра, и люди начинают говорить про игру, то есть, конкретно мне, мое имя не называют, то есть, я туда не подойду. Потому что считаю, что я сижу и думаю, что я не так делал, и думаю о том, что я не так сделал, просто думаю об этом и запоминаю это, чтобы в будущем это исправить. То, как мы не так сделали с командой, я считаю, что это неправильно. Вот винстрайк, мне кажется, это конечный момент был, где я в некоторых вещах был неответственным. И пока ты не ошибаешься, ты в этих вещах не начинаешь про эти вещи думать. То есть, после винстрайка, я думаю, ну как после, я все еще там... Да, мы еще не знаем, ты в винстрайк дальше или нет. Пока что не знаем, чем мы закончили, закончили это вообще. Поэтому я думаю, я на ошибках учусь и с каждым разом становлюсь более ответственнее и более таким... Собранным? Более собранным, да. Ну слушай, такая довольно скромная, политкорректная позиция. Тем не менее, я объективно понимаю, что у тебя в команде тиммейты твои там, те, которые совсем недавно стали бывшими тиммейтами, и те, кто остался в команде винстрайк, это эмоционально нестабильные люди. Неужели нет такого, что они тебя не дисбалансят? Они же тебя дисбалансят, наверняка. Ну, если честно, да. Я со многими характерами вообще не сталкивался. То есть, я знаю нескольких людей, с кем, например, у меня характеры были бы схожи. Это, например, Леха Соло. Я не знаю, если бы я лично там в жизни не разговаривал, немного разговаривал, и то не уверяли. Мне более таки с такими взрослыми людьми, с такими взрослыми понятиями, и то, какими более серьезными, мне было бы куда удобнее, да, комфортнее. Да, мне с такими людьми я стал бы прям, почувствовал бы себя в самом центре своей тарелки. Так что иногда просто бывает, что с людьми характеры у нас какие-то разные. Я не люблю, когда люди в команде ноют, и это очень люблю, когда не могут спокойно сесть, поговорить, обсудить что-то. Там постоянно начинают ныть, и там, когда что-то не получается, постоянно волноваться, показывать это прям. Там, можно это, некоторые это показывают прям в игре. То есть ты играешь, и они показывают, там, какие-то звуки издают в сцены, молчат. Я этого очень люблю. Иногда даже ребята, когда КВ играют, что-то не получается, даже если есть начальная доминация, потом что-то идет не так, какая-то неудачная драка, и начинается небольшая такая паника, небольшой спам, все начинают колить, какую-то информацию давать. И я даже в тот момент внесла предложение, я сказала, ребят, вот кто самый хладнокровный в команде? Все, конечно, хором сказали Заур. Я говорю, а что если попробовать, чтобы в такие моменты колил Заур? Если бы я был бы в команде с более такими взрослыми людьми, с такими же понятиями, как у меня, я заиграл бы прям на 500% своих возможностей, мне кажется. Просто иногда на меня это тоже влияет, с кем я нахожусь в команде, с кем я играю, с кем я вообще нахожусь в одной комнате. Если бы зарубежный клуб или Virtus.pro, например, обратились к себе с предложением, не задумываясь, пошел бы? Ну, не сказал бы, что не задумываясь, но я бы думал, это хорошо. По поводу востребованности Заура на рынке могу сказать следующее, что в промежуток межсезонья это был самый востребованный из наших игроков. И не только в том смысле, что им интересовались другие организации, а в том смысле, что когда мы там общались, мы искали мидера, общались с людьми, Заур для многих был аргументом в пользу WinStrike. А по поводу WinStrike, смотри, вас сейчас ждут массовые перетрубации. Я, насколько понимаю, управление WinStrike будет тестировать заново даже текущих подписанных игроков, вы будете отбор какой-то проходить. Насколько ты замотивирован попасть в этот состав? Или есть другие предложения? Предложения есть, они всегда были. Но что будет, насколько я заинтересован и прочее, это все зависит от того, ну, там же сейчас нет такого, чтобы прям конкретно тебе дали игроков, с кем ты будешь играть. Мне организации нравится, но сейчас такое состояние, что тебе не организацию нужно выбирать, а то, с кем ты будешь в этой организации, в какой команде. Так что... А под начало Арзика пошел бы играть под тренерством, под его? Почему нет? Пошел бы. Хоть у нас и в прошлом были какие-то терки. Ну, не сказать, что терки были просто неприятные моменты. Я обиды никогда не держу. Так что он профессионал своего дела, так что да, пошел бы. Почему нет? Прокомментируй со своей стороны, как ты наблюдал все происходящее в последние недели, когда твои тиммейты устроили просто какую-то Санта-Барбару абсолютную, и это все делали публично? Мягко говоря, мне вообще безразия на то, что происходит у людей, которые вот в этой сфере, что они там обсуждают, кто на кого гонит. Я даже не считаю, у меня твиттера нет, я туда не захожу. Единственное, что я прочитал, это то, что написал Боди, Магдана Айсберг. Это то, я прочитал это, потому что это как-то связывало меня тоже, наверное, то есть он сегодня улетел вечером, а завтра я просыпаюсь, и мне вот говорят, смотри, что написал. Я такой, ну ладно, пойду, прочитаю. И то, если честно, я не помню, что он там писал. Я помню, что он нафира немного загнал. Но что еще я не помню? У меня это тоже особо там, про меня никакой речи особо не было. Конечно, это вообще не волна Заура. Ему от таких вещей хочется держаться подальше, закономерно. То есть в каких-то внутренних наших процессах, разговорах. Он принимал, конечно, участие. У нас было, наверное, за этот буткемп у нас было столько тимтолков, сколько не было за все остальное время существования команды. Мы постоянно разговаривали, постоянно пытались к чему-то прийти. И Заур в этом участвовал, он такой тоже, скорее, большим планом наблюдателя может быть. Я в самом конце, когда они последний момент обсудили, то есть там айсберг написал, либо он уходит, либо Саня. И я в комнате был, я уже просто отдыхал, обдумывал, все это своими делами занимался. И мне написали, типа, спустись. Я у себя в комнате был. Я спустился, все сидели и меня спросили. Типа напрямую. Ну, все сидели и напрямую спросили. Мы хотим либо айсберг, чтобы домой ехал, либо был вариант, либо что на айсберг уедет, и у меня с ним придет какой-то другой айсберг останется, чтобы доиграть или квала, собственно. И на тот момент у нас прям двухкомандный был, ну, там было очень плохо все. Прям очень все плохо было. И нам хотелось лишь бы это доиграть и уже разъехаться, потому что мы все подряд проигрывали, были очень плохо настроены. И там уже все понимали, что это последние дни. Поэтому я в первую очередь задумывался просто о человеческих отношениях в моей айсберге. Потому что с тех пор, как команда пришла, я больше с ним разговаривал, дружил, можно сказать. Хоть у него тоже какие-то загоны есть, все, и минусы есть, но я к нему относился, и отношусь хорошо. И поэтому я не видел смысла. Я просто не верил в то, что если Снофир уйдет, что мы сможем выиграть, а если Богдан уйдет, не сможем. То есть сплетен никаких не было. Напрямую поговорили. И все решили. И все решили. Какой смысл держать на кого-то обиду? Да, всем обидно. Проиграли, провейсили свое время. Ну, немалое количество времени. Как и я, так и Богдан все это время свое провейсили. Поэтому я думаю, что не стоило этого писать и быть сдержаннее в таких ситуациях, потому что от того, что людям прояснишь что-то, и это не твой бэд, то есть это не ты слабо отыграл, а кто другой, ты от этого лучше не станешь. Ты должен просто пойти домой, забить на это все, свои шепки искать и становиться лучше. Есть все-таки один, можно сказать, конфликт, и такой прям заметный, который все-таки у тебя был. И это конфликт с Дэнди. Я посмотрела тот самый стрим, ту запись. Знаешь, что я для себя отметила? Я знаю отлично Даню. Я знаю тебя. И если честно, я не ожидала, вот когда смотрела этот стрим, ну, такого прям спича от Дани жесткого, то есть он прям вообще не выбирал слова, то есть он говорил абсолютно, ну, такие прям очень неприятные, гадкие вещи тебе, возможно, да, ты стал причиной этих слов, как-то он так вот себе представил, но ты ему отвечал максимально сдержанно, хотя ты кавказский горячий мужчина, в любом случае, и по темпераменту, и по менталитету. Насколько я понимаю, вы с тех пор как бы этот конфликт, он не решился, верно? Просто знаешь, почему это так разошлось? Почему? Потому что Даня, Даня, он очень популярный человек в этой серии. Это единственная причина, почему это все так разошлось. На самом деле, я вот, честно сказать, не помню, из-за чего это началось, я помню, что внутри что-то было. Да, что-то внутри игровое, мелочь какая-то совсем. Я помню, что это так было, но сколько бы он меня не оскорблял, сколько бы я его не оскорблял, то ничего не изменится. Мне важно, что он мне в лицо скажет, а не то, что он там в игре может сказать. В игре любой человек, даже в пятилетии, может там дядикам сказать, что угодно. То есть в этом плане у меня в голове, я помню, в тот момент было, пусть все, что угодно говорит, потому что он имеет право, он там находится. И я ему дал это право, потому что я туда же зашел, собственно, что я сделал с этим. Пусть все, что угодно говорит, на тот момент я загорелся, я ему сказал, типа, повторишь это в жизни, поговорим в жизни. Я больше, я не помню, с чего это началось, мне уже не важно, с чего это началось, потому что я просто в тот момент понял, что не нужно таким людям, которые там находятся в компьютере, на них как-то реагировать. И пусть, если у кого-то что-то есть, подойдет. Любого есть мой контакт, найти несложно. Можем где угодно даже увидеться на турнирах где-то. Если ему что-то не нравится, подойдет, скажет. Но лично я в тот момент для себя решил, что лучше быть сдержаннее. Но конфликт у вас не исчерпан, верно? Вы не встретились с тех пор. Я его с тех пор даже не видел. Я об этом начинаю вообще вспоминать, даже когда меня спрашивают про это. Мне вообще до этого нет дела. Вот честное слово, если я вижу, я максимум, что я могу, это подойти и спросить, у тебя есть какие-то претензии, что-то хочешь сказать, хочешь повторить. Он мне скажет, да, повторит, и мы эту тему можем продолжить. То есть у меня внутри ничего не горит, мне на него плевать. На эту ситуацию тоже не плевать. Это был для меня просто урок, и все. Я буду понимать, что в будущем, находясь в этой игре, мне просто сдерживаться на всех, реагировать очень спокойно, максимально спокойно, как я могу. Ты безоговорочно лично в моем списке один из самых стильных дотеров из всех, кого я знаю. После Пэна? Нет. Как было привито к тебе это чувство стиля? Или это врожденное? Тоже, это то же самое, что с музыкой. Это случилось внезапно, я даже не помню, как это истории. Не могу сказать, что я с Кодом. Это модно. У меня когда спросили, кто самый модный в команде. Очевидно, что самый модный в команде и Заур, это вообще не обсуждается. Во-первых, у нас не то, чтобы прям поголовно все какие-то любители шмотья были, но реально Заур в этом плане самый-самый. Но главное, у нас есть полный антипод Заура в команде. Это Саня Нуфир. Это человек, который тоже обожает покупать какие-то типа брендовые шмотки, но почему-то все время выглядит в них, как будто что с рынка вышел. И вот мы тоже за Уром постоянно тем обсуждаем, организируем, что все-таки чувство стиля – это нечто большее, чем возможность дойти до ЦУМа или открыть приложение Farfetch. Ну а ты по какому принципу шмотки подбираешь? Чтобы это выглядело не слишком так. Не слишком пафосно? Не могу это слово назвать, на это сейчас заболевает. Я поняла. Мне слишком по-петушиному. Да. Слушай, лично я приехал к тебе в гости, кайфанула максимально от красоты этого города. Мне очень понравилось. Не понравились люди, которые здесь живут. Твои друзья отличные ребята. Это правда. Да, спасибо тебе большое за это приглашение. Я надеюсь, тебе тоже было интересно с нами. Спасибо, что научил меня стрелять. Куда без этого? Сейчас впереди сложный сезон. Ничего не понятно, полная туманность. Может быть, тебе есть что сказать всем людям, которые следят за твоими успехами и тебя поддерживают? Люди, которые искренне болеют, а не потому, что у них там ставка зашла или еще что-то. Таким людям прям огромнейший респект. Не знаю, вы делаете меня увереннее в себе в плане игры. Вы делаете большую поддержку. Вам за это огромное спасибо, что вы есть, что вам интересно за мной наблюдать и что наблюдаете, собственно. Спасибо большое. А также моим друзьям, самым близким, не буду конкретных имена называть. Я думаю, каждый из них, кто посмотрит, поймет этого. У меня слишком много слов для этих людей. Вы просто спасибо, что вы есть. Варкал вам. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал Miss Marple, потому что эти ребята делают очень большую работу для вас. Я это сегодня увидел, ощутил, они ездят по разным городам. И ребята очень крутые. Подписывайтесь. Спасибо большое. Подписывайтесь, вы слышали? Чтобы не пришлось извиняться, пацаны, девчонки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok